Почти 3 миллиарда долгов. Такую сумму накопили безответственные кузбассовцы по платежам за коммунальные услуги. Это данные жилищной государственной инспекции. Вывод – поспешите заплатить по счетам, чтобы не было проблем с законом. В ушедшем году в регионе оформлено свыше 20 тысяч судебных исков. Добрый день, судебные приставы. На сегодняшний день в Междуреченском отделе судебных приставов на исполнении находится более 2,5 тысяч производств. Каждую неделю комиссия отправляется в рейд в надежде застать должников дома. В дверь настойчиво стучат. По вечерам удается застать не всех. Видимо, многие трудятся в поте лица, желая заработать и наконец-то рассчитаться с долгами. Сегодня должников мы дома не нашли. Оставляем повестки. А жители этой квартиры задолжали больше 100 тысяч рублей. Три года назад им отключили свет. Семья может лишиться горячей воды. Но даже это не влияет на ситуацию. Долги растут. Председатель товарищества собственников жилья устал обороться с ними. 9 лет существует ТСЖ и 9 лет долги. Не хотят работать. Два месяца отработала магните и выгнали. Предлагаю, давай у меня техничкой будет. Хоть погашать будет долги. Не хочет. Сегодня междуреченцы должны поставщикам коммунальных услуг 45 миллионов рублей. Ежемесячно юристы информационно-расчетно-кассового центра подают больше 100 заявлений о выдаче судебных приказов. Но даже если решение суда положительное, у должников всегда есть шанс решить проблему мирно. Для этого нужно обратиться в юридический отдел МУП РКЦ для составления договора о рассрочке. Со сроком до 12 месяцев оплаты платежей равными частями. Рассчитываясь с долгом, не стоит забывать и об оплате текущих платежей. Коммунальщики советуют, не загоняйте себя в долговую яму. Дарья Гречанникова, Игорь Ковалев, Новости Плюс.